Следующая фотография это биологическая несовместимость. Вот. Сорт свеслепская. Великолепная эта. Но мне не было возможности. Я всего одно дерево привил. Оно дало прекрасные яблоки отоказывался. Потом один год наблюдал, оно начало умирать снизу. Причем, заметьте, яблони, здесь холм, да, все по-честному. Яблони, они самонадежные на это, на сверсть. И в данном случае это было не выпривание. В данном случае это была биологическая несовместимость. Обратите внимание. Вот он крупный план. Любуйтесь, пожалуйста. Видите, теперь хорошо видно штаб. Это биологически не спасло ничего. Не то, что я не делал никаких искусственных стабов. Видите, я должен был вот эту ветку отрезать. По идее, вот эти две должны были отрезать. Ну, сами знаете. Как у нас говорят, на модульных дерево колесить. Ну, это оно погибло от биологической несовместимости. Как такие вещи? А это сейчас, это неизбежно. Ну, неизбежно. Ведь когда-то сибирку, на которую я прививал, когда-то все признали негодные. Ну, у нас сибирка, я его называю оккультуренной. Прошли годы. Она оккультурилась. Живет в тайге, а уже плоды. Вот посмотрите на все ногти. Вот такая. И тут же вот такая. Прямо посреди тайги. Десятки километров нет этого садов. Она уже вот такая, как большой ноготь. Я вижу, что она культурная. Вот. А значит, переживаю. Ну, вот здесь вот мне не повезло. То есть, если бы я был бы институтом. Кстати, видите, я с ним сиренки брал. Вот, я брал сиренки даже. Вот. Но я все что нарезал, вырастил санкции и продал. И на момент, когда она упала, у меня не было ни одного санкции. Я потерял сорт. За все годы я их потерял много. Несколько десятков. Вот. И жалею страшно. Но, если бы хотя бы не какие-то были бы, учитывая мою квалификацию, никто этого не отнимет. Хотя бы, хотя бы нет. Не ученого. Я не ученый. Просто санкции. Умение прививать. Вот. Вот. И тогда бы что вы сделали? Сказали бы, Константинович, давай, убери. Ты же сам нас учил. Берем ветки боковые. Вот эти вот самые. Прирост последнего года. Отрезаем. И уже следующее поколение уже не будет падать. А если будет, то мы еще потеряем год, два, три. Рано или поздно мы добьемся, что Сусевская будет. Один из ведущих. Это такие шикарные яблоки. А кроме названия уже ничего не осталось в памяти. И вкуса. Вот чем мы должны заниматься. Уже не я. Уже поздно. Меня уже можно эдитировать. Вот чем надо заниматься. Биологическая совместимость. Это будущее. Это одно из основных направлений. Интересно, если взять последний выпуск. Ирина Александровна, я вас научил привать. У вас много привальщиков было на курсе? Может кто-то уже... Вот вы учились пять лет, да? Или сколько там? Магистратура еще как-то называлась. Я забыл, как все это называется. Сейчас же эти идиотские названия. Вот. Допустим, у вас был курс. У вас было несколько десятков человек. Сколько из них на тот момент имело хотя бы дача лица? Сколько из них могло бы поделиться опытом друг с другом? Ведь вы знаете, что такое это самое... Ведь везде... Возьмите спорт. Это спорт высших достижений. Это надо работать, 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 работать. Опыт чужой свой. Наставников, это самое... Перенимать его, воровать этот опыт. Что угодно. А здесь... Сколько из них... Вот, Ирина Александровна, вы завтра будете сидеть тут у компьютера, только уже вебинара не будет. Сколько из ваших этих можно взять и сказать... Вот питомник. Вот 10 тысяч саженцев. Привей, пожалуйста. Чтобы из них хотя бы 9 тысяч был выход годного. И чтобы продали и заработали или для института деньги, или для питомника. Там же персонал. Там надо кормить сторожей, собаки, прочих и прочих. А? Сколько годятся для этой работы? Вот я к чему. А вот это да. Его пример другим наука. Я не стесняюсь сказать. Это не я. Это природа. Не приняла она это. Этот саженец. А вот это нет. Это уже была Белоруссия. Это человек показывал, как у него рухнуло дерево. Но другое дело, что он не знает, почему рухнуло. Вот это просто с апрела. Белоруссия. 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 Продолжение следует...